МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агрокомбинат Паудневый – первый в программе рабочей поездки. Предприемство является одним из лидеров в регионе по вытворчасти мяса. За минули год тут досягнули показчику у Амаль 6 тысяч тонн. До того ж, не глядяши на летачнюю засуху, отримали недрены ураджай колосовых культур – 14,5 тысяч тонн. Досягнуты поспехи и у знижения вытворчих затрат. На этой теме, до речи, особливая увага у дельников выездного посаджения. Первая часть – это затраты приобретенные, то есть со стороны. И вторая часть – это затраты, которые непосредственно здесь у нас в хозяйстве образовались. Так вот, те затраты, которые мы со стороны, они составляют 67%. И около, получается, 30% – это наши затраты. И повлиять на стоимость затрат, которые со стороны мы никак не можем. Только единственный у нас процесс – это рационально их использовать и уменьшать их расход на единицу продукции. А также увеличивать производство продукции. Поляпшение якости молока, повеличение объема вытворчасти мяса, а так само экономия палева и электроэнергии. Миновита гэты и три складающие – залог поспехового развития сельско-господаршего предприемства Андреевка, Будо-Кошелевского района. По коль тут отзнашаются пыльные финансовые проблемы, а пошние два годы завершены зубытками. Однако керавництво упыльнено, что перспективы есть и не адренны. Значная ставка робится на гэты год. А вось у товариства замежаванной отказностью ваховяк. Плюс справы добрые уже зараз. Предприемство, якое займается перепрацовкой мяса буйной рогатой живелы и свиней, истнуевся го полторы годы. У класті сродки у беларускую экономику вырушил польский бизнесмен, який полечив наш регион выгодным местам для инвестиций. Зараз середняя вырушка на одного працовника у Ваховяк Плюс больше як 520 млн. рублёв, а середняя заработная плата – 12 млн. В плане на будущее нам нужно теперь построить ещё бойный цех куричек, тоже, чтобы работало примерно 40 тысяч в 8 часов. И нам нужно теперь думать занять тоже тем, чтобы выращивать у нас быки и курички тоже. Как мы уже говорили с губернатором, что мы бы хотели земли. Чтобы можно выращивать, нужна нам земля. Выники выездного посаджения были подведены на пленарном посаджении у Будокошелёвским райвы-Канками. По словах старшини Совета Республики Михаила Мясниковича, головное на что повинны звернуть свою увагу проставники улады – это створение рабочих местов и сприяльных умов для притягнения за межных инвестиций. Необходно затекавить потенциальных инвесторов, как супрационистство стало взаимовыгодным для усих боков. А крымя гэтага, треба повеличивать конкурентоздольность нашей продукции и активно освоивать новые рынки. Например, сейчас мы послушали информацию Рогачёвского молочного объединения. Это хорошо, что уже они вышли и на рынки Турции, Ирана и достаточно успешно и рентабельно продают свою продукцию. Потому что топтаться только на белорусском и российском рынке – это не есть хорошо. Поэтому мы должны уметь продавать и в дальние зарубежья, в страны дальней дуги. Работе сельских советов Гомельского и Будокошелёвского районов Михаил Мясникович дал высокую оценку. Навод прогучала думка об необходности выкористания становшего опыта по добропорадкованию и работе с насельництвом на инших территориях краины. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель». У паудневых районов Гомельской области почалась выборочная селба ранних яровых зерневых культур. По стану на сегодняшний день площадь засеянных сельгазугодий складает около 1% до плану, в отповедности за яким под ранние сбоживы в регионе отводится больше как 150 тысяч гектаров. У основным техника зараз працует на пяшаных землях, а так само на паудневых схилах палетков. У значной ступени гэта практичная проверка адрамонтованных тракторов, регулировка селок, а так само агрегатов паа працовцы глеба и унесения удобрэнняу. Як шакается массовые палевые работы, пашнуться у пешей декадзе красавяка. Гэта пазнейшим было лето, ся тому проводить сяубу пройдется у больш степлые термены. Протягиваем выпуск. Стварение централизованного сбору адпрацованных маслау сёння у Гомеля обмерковали представники улады промысловых структур и компании ДВЧ-менеджмент. Яна Одзина на постсоветской просторе займается перепрацовкой подобных отходов. Сустреча прошла в зале Гомельска Гарвакан Кама. Ей подробязности ведает Ганна Ковалева. Отпрацованное масло – проблема не только эколога, а и грамотства в целом. И тут есть великий пробел. Калипразбор такой другостной сыровины, як пластык, шкло и папера, ведают и навод поступово долучаются до сдачи многих, то сбор отпрацованных маслау – тема, поколь, непопулярная. Разом с тем, для природы и человека эти отходы вельми небеспечны. Сдать их на перепрацовку – один и правильный способ утилизации. У Беларуси у сего пару годов этим займается замежное товариство, замежаванное отказностью ДВЧ-менеджмент. Кировничество компании наведало город над Сожем, как обмерковать развитие централизованной системы сбора масла в Гомельском регионе. Установлено в городе Гомеле четыре емкости для сбора отработанных масел у населения. И люди действительно откликнулись на наши предложения и сдают отработанные масла для последующей переработки. Естественно, это все на возмездной основе. Мы понимаем, что масла – это ликвидный продукт. И дабы стимулировать народ, мы все это дело оплачиваем. По особной схеме поставки ведутся с промысловых и транспортных предприемств. И наш регион по этому показчику з'является лидером. Одна из причин то, что тут размещены буйные объекты по нафтоздобыче. С всеми предприемствами, которые работают в этом накерунке, уже заключены ответные договоры. На данный момент доведены планы на все регионы в Беларуси. Гомельский регион, у него есть большой потенциал по сдаче масел отработанных. Это порядка, я думаю, полторы-две тысячи тонн в год. В Украинах Европы на перепроцовку отправляются прикладно 75% отпрацованных маслов. Беларусь же такой лечбой по куль похвалиться не может. На перепроцовку отправляются только 10%. Завод по перепроцовке находится у Минской области. Сегодня на им працует только одна линия. До 2018-го з'явится еще две. При этом керамництво предприемство разумеет, что полную силу завод не может функционовать без централизованной системы по сбору маслов. А тому створать ее необходимо в ближайшие годы. Так, уже выражено, что ее местности для сбору маслов будут установлены у каждом городе и у каждом районном центре Гомельской области. Ганна Ковалева, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается реализация проекта «Би-сейф» – быть беспешным. У его рамках специалисты из Италии дают практичные рекомендации по организации дорожного руху и считают лекции для инспекторов ДПС, а так само водителям и пешеходов. А потом, как этот проект реализуется в Гомеле, что сделано областным центром, и как до этого опыта ставятся супрационники ДАИ. Доведался Яуген Пабалавец. Проект «Би-сейф», який финансуется Европейским Союзом, накерованный на удосконаление безопасности дорожного руха в Беларуси. Это как территичная подрыхтовка, так и практичные рекомендации. Территичная – это лекции. Водители и пешеходов, магистрантов Беларусского державного университета транспорта нарушают европейским напрацовкам в плане безопасности дорожного руха. И когда водители и пешеходы просто отримливают додатковые веды, то магистранты будут непосредственно применять европейский опыт на практице. Четыре года тому тут была открыта кафедра организации дорожного руха. Ее выпускники працуют у ДАИ и являются аттестованными супрацовниками. У них есть интересная идея, допустим, которая связана, если у нас перед пешеходными переходами или вообще на пешеходных переходах стали делать искусственную неровность, у них, допустим, есть интересный момент, у них, как бы сказать так грамотно, на дорогах рисуют, получается, 3D-рисунки. То есть, допустим, ямочность искусственного дела. На самом деле это ровная дорога с равной поверхностью, то есть визуально, когда водитель едет, он видит яму. Соответственно, он будет снижать скорость и беспрепятственно проедет. То есть, как вариант, ну, попробовать, почему нет. По кольгу, это только идея. На практице у Гомеля выкарастаны инши напрацовки. Это, например, кольцевые развязки и поширение в улице Кирова. Анализ показывает, что с Кастрышника минулого года тут не было ни одного ДТЗ, у яким бы загинули люди. Если мы говорим об инфраструктуре, то мы говорим о том, чтобы сократить скорость движения транспортных средств на дорогах, тем самым сохраняя жизнь уязвимым участникам дорожного движения. То есть, в частности, пешеходам. Как говорят специалисты, этом есть сенс займаться, навод, когда колькость дорожно-транспортных здоровья не снизится. Акцент робится на поменьшении тяжкости их наступствов. И в опыт признаны становчим. С учетом европейского опыта мы хотим внести предложение в областной исполнительный комитет по организации дорожного движения по улице Советской, по улице Ильича и также по проспекту Реческой. У первого шаргу это поширение проездной частки до четырех полос, а так само организация круговых развязок. И не только в городе. На ближайший час рух на проблемных скрыжеваниях у Гомеля зробят по круговым принципам. Деля зрушенности автомобилистов. Круговые развязки з'явятся на усіх подъездах до областного центра. Першими на Чарзе трасса Санкт-Петербург-Одеса и Брест-Бранск. Проект «Би-Сейф» пришел в Беларусь некальки годов тому. А кроме нашей краины, он так само реализуется у Англии, Италии и Греции. На гэтые меты с бюджета Европейского Союза выдатковано не меньше за полтора миллиона евро. Евген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине завершается распроцовка концепции проведения Дня беларуской письменности. Свято пройдя 64-го вересня в Рогашеве и будет означено шарагом цикавых мероприемцев культурной накерованности. Олег Сентюров подековился планами. Рогачев на пять годов старейший за Москву и ровесник Гомеля у першинё у летописах, и он узгадывается в 1142 году. И такая личба. По колькосе населенноства Рогачев – 7-й город Гомельской области. Сегодня тут проживаются 35 тысяч человек. Запланованным на 4-й вересня Дня письменности у Рогачеве связываются великие надеи. По отсутностям, это максимум провести додатковые работы по доброупорадкованию города, плюс надать новый импульс культурному житию, что, до речи, у год культуры особливо актуальным. На конце минулого года у городе открыли перший на Гомельчине дом книги, и киселита пошли прессовать в ответственности со своей назвой. У приватности, а про чай непосредственно работы дорослой и детячей библиотек, тут будет организована продаж литературы. Зараз, до речи, у Рогачеве нема ни одной специализованной книжной крамы, а про чайного до Дня беларусской письменности у Доме книги ректуют некакие акции. Конкурс к 120-летию Кондрата Крапивы. Конкурс проходит по нескольким номинациям. Это и лучшее представление творчества автора, это и конкурс чтецов на лучшее произведение, это лучшая театрализация, ну и многое-многое другое. Узгадаюсь подчас Дня беларусского письменства и об такой историчной падее, как 75-ти годы початку Великой Чинной войны. Тут бы дай центральное место, отведено Рогачевскому музею народной славы. Сегодня у его открытой экспозиции шмат материалов, которые выкликают неизменный интерес наведывальников. Уникальные малюнки города, зробленные одразу после вызволения, например, те особистые речи у дейника бою за Рогачев, приемного сына Сталина, генерал-майора Артема Сергеева. До Дня письменности экспозицию плануется одновить и зарабить еще больше цикавой. Але только гэтым работники установы не обмяжуются. У нас планируется инсценировка, отрывка пьесы «Макайонка-Лявониха на орбите», «Каплановские чтения», посвященные творчеству нашего земляка, всемирно известного художника-графика Анатолия Львовича Каплана, и выставка его работ подлинных. Алексин Тюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зарагачева. Життю и творчество севыдатного киноактера и композитора, спевака и поэта кумира эстрады первой половы 2020 года Александра Вертинского просвятили вечер у литературной гостиной «31-миры Дыян». И она иснует в Центральной городской библиотеке имя Ерцина. У лику запрошенных на вечер молодые поэты, письменники и творчая интеллигенция Гомеля. За круглым столом я не оберковывали биографию Вертинского и его верши и музычные композиции. Концерты Вертинского имели колоссальный поспех. С тех часов прошло больше, как по 100 годе, однако наводь зараз его поэтишная и музычная спадшина оказывает вплыв на культуру, бардовскую песню и наводь рок-поэзию. У него была шикарная, своеобразная манера, понимаете, свойственная только ему, потому что сейчас нету такого понятия у молодых, как индивидуальность. Он был очень индивидуальный, не только своей манерой, но у него была и прекрасная поэзия, и мелодии очень были красивые. Когда он приехал в 1943 году, он приехал в Россию, и в Моссовете у него спросили, «Александр Николаевич, скажите, как вас представить, как написать в афише? У вас какие-то есть заслуги, награды?» Он сказал, «Ну что вы, деточка, нету, никаких наград, так а как же вас написать?» А он сказал, «Напишите просто мировая знаменитость». До инших тем. Старшиня Гомельска областного выконавшего комитета Владимир Дворник повиншевал спортсменку национальной сборной по боротьбе гомельчанку Марию Мамашук с завоеванием золотого медаля на чемпионате Европы по вольной боротьбе. У текста веншевания керавник региона знавшил, «Поважанная Мария, свою процовитостью и мкненем до перамоги вы досягнули великих вышинь. Перекананы, что в дальнейшем вы будете годно представлять нашу краину и Гомельскую область на международных споборницах, и аж и не раз мы убачим вас на пьедыстале гонору. Ставте перед собой меты и досягайте их зупартостью, проявляющую силу духу и майстерства». Особные слова подяги у Владимир Дворник так само выказал тренерам, які подтвердили свой высокий профессийный зровень и умение рыхтовать соправдных пераможцев. На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Утягу доброго и до встречи в эфире.